В Кустанайской области доля поголовья крупного рогатого скота в производственном секторе достигла 41%. Это позволяет региону не зависеть от поставок мяса и молока из соседних областей. О том, как практически с нуля, благодаря инвестиционным субсидиям, удалось создать молочно-товарное предприятие в сюжете Игоря Нидерера. Вера здесь самая молодая доярка. Каждый день в 5 утра сюда знает характер каждой буренки. Коров величает «Мои ласточки». А какие они? Какие? Ну, ласковые, нежные. И вы каждый знаете по именам? Более-менее, да. Директор Аскар Калиев всех коров по именам не знает. Много их стало. Начинал почти на пустом месте, всего с пяти голов. Когда брал кредит на развитие хозяйства, рассчитывал только на свои силы. Потому что мы работаем, мы трудимся. У нас есть коллектив, специалисты, которые работают. И сами мы тоже чего-то стоим. На 45 кредитных миллионов здесь приобрели молокопровод, кормораздатчики, танкер-охладитель и, главное, 129 голов племенного скота. Из них почти половина отелилась. Для приплода построили вот такую детскую секцию. Эти коровы сементальской породы, строго говоря, и не коровы пока, что так молодняк первотелки. Больше 10-12 литров молока в сутки с них пока не возьмешь. Но пройдет 3-4 года. Коровы будут давать уже до 20 литров. А это, если подсчитать, примерно 2000 литров молока со всей фермы. То есть к 2016 году при 100% отеле это будет солидным молочно-товарным предприятием. В области работают 6 госпрограмм по развитию животноводческой отрасли. Доля поголовья в производственном секторе по крупнорогатому скоту уже достигла 41%. В уходящем году в Казахстане на создание и расширение таких молочно-товарных ферм направлено почти 2 миллиарда тенге. Игорь Нидерер и Сергей Трахтенберг. Хабар. Костанайская область.